Всё в нашем мире имеет свой жизненный цикл. Для некоторых объектов этот период может быть относительно небольшим, а некоторые способны существовать в течение такого отрезка времени, в сравнении с которым наша человеческая жизнь будет казаться всего лишь мгновением. Но как будет выглядеть последняя фаза жизни таких объектов, как звёзды? И сможем ли мы хотя бы когда-нибудь увидеть то, что представляет из себя умирающая звезда под названием «Чёрный карлик»? Эволюции звёзд в астрономии называют последовательность изменений, которым светило подвергается в течение своей жизни. Этот процесс зависит от начальной массы объекта и может занимать от нескольких миллионов до нескольких десятков миллиардов лет. Как правило, звезда начинает своё существование в виде холодного разрежённого облака межзвёздного газа, которое сжимается из-за гравитационной неустойчивости и постепенно принимает шарообразную форму. При сжатии энергия гравитационного поля переходит в тепло и излучение, а температура молодой звезды постепенно увеличивается. Продолжительность этой стадии напрямую зависит от первоначальной массы. И у самых тяжёлых звёзд она занимает около ста тысяч лет, а у наименее массивных может доходить до нескольких миллиардов лет. К примеру, наше Солнце обладает сравнительно небольшой массой, и данная стадия для него продлилась около 110 миллионов лет. Когда температура в центре становится достаточно высокой, внутри звезды начинаются термоядерные реакции, после чего сжатие прекращается. Затем происходящие в центре процессы становятся единственным источником энергии, и молодое светило, называемое протезвездой, становится звездой главной последовательности. Возраст звёзд принято отсчитывать именно с этого момента, так как на этой стадии звезда будет находиться примерно 90% своей жизни. Например, наше Солнце пробудет на стадии главной последовательности около 11,5 миллиардов лет. Когда светило переходит на стадию главной последовательности, его химический состав всё ещё очень близок к межзвёздной среде, и на 91% состоит из водорода. При этом внутри звезды также постоянно идёт процесс превращения водорода в гелий, из-за чего ядро сжимается. Его плотность увеличивается, что в итоге приводит к тому, что скорость реакции постепенно растёт. Это приводит к заметному изменению характеристик звезды. Например, светимость Солнца, когда оно попало на стадию главной последовательности, составляла 70% от современной. А ко времени окончания данной фазы светимость должна увеличиться в 2,2 раза. Стоит отметить, что далеко не все звёзды переходят на стадию главной последовательности, и исключением здесь можно назвать холодные и горячие субкарлики. Эти объекты являются очень похожими на звёзды главной последовательности. Однако, в отличие от них, они бедны тяжёлыми элементами и имеют меньшую светимость. Заключительная стадия звёзд главной последовательности также зависит от их массы, и в основном светило либо сбрасывает внешнюю оболочку, становясь белым карликом, либо становится сверхновой, впоследствии образуя нейтронную звезду или чёрную дыру. Сверхновая представляет из себя явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость, выделяет огромное количество энергии, а затем происходит медленное затухание возникшей вспышки. Такой взрыв сопровождается выбросом значительной массы вещества из внешней оболочки, а оставшаяся часть вещества ядра от взорвавшейся звезды, как правило, образует компактный объект – нейтронную звезду или чёрную дыру. Помимо всего прочего, выбрасываемое в ходе вспышки вещество содержит продукты термоядерного синтеза. И именно благодаря этим элементам Вселенная получает возможность химически эволюционировать. Однако если масса звезды не достигает восьми масс Солнца, в конце своей эволюции светило главной последовательности становится белым карликом. То есть объектом, который представляет из себя горячее небесное тело с малыми размерами и большой плотностью. К примеру, когда наше Солнце будет проходить через эту стадию, его размеры должны будут уменьшиться примерно в сто раз. В белых карликах не вырабатывается энергия, а светят они лишь за счёт высокой температуры. Несмотря на то, что самые горячие белые карлики могут иметь поверхностную температуру в 70 тысяч кельвинов, их светимость невелика из-за малых размеров. А их средняя плотность почти в миллион раз выше стандартной плотности звезд главной последовательности. Такие объекты состоят преимущественно из электронно-ядерной плазмы и лишены источников термоядерной энергии, из-за чего они постепенно остывают и краснеют. Ближайший к нам известный белый карлик – это Сириус-Би, находящийся на расстоянии 8,6 световых лет. Этот объект имеет массу около одной массы Солнца и считается одним из самых массивных известных белых карликов. Его объём более чем в миллион раз меньше солнечного, а размеры соответствуют размерам земного шара. Предполагается, что Сириус-Би стал белым карликом примерно 120 миллионов лет назад, а изначальная масса звезды в период нахождения на стадии главной последовательности составляла 5 масс Солнца. В настоящее время считается, что такие объекты составляют по разным оценкам от 3 до 10% звёздного населения нашей галактики, а в будущем более 97% известных звёзд должны будут стать белыми карликами. Со временем эти объекты будут ещё больше остывать и тускнеть, что в результате должно привести к тому, что все небесные тела данного типа превратятся в чёрные карлики и полностью прекратят излучать видимый свет. Данный процесс занимает несколько десятков миллиардов лет, и по этой причине наука пока что не наблюдала такие объекты. Считается, что времени жизни Вселенной пока недостаточно для того, чтобы в ней появились чёрные карлики. Однако учёным уже доводилось находить похожие объекты, чья температура опустилась ниже 4000 Кельвинов. Такими можно назвать белые карлики WD0346-246 и SDSS J110-217. Чёрные карлики представляют из себя конечную стадию эволюции большинства звёзд, а их масса является примерно такой же, как и у белых карликов. Современные модели остывания подобных объектов предсказывают, что белые карлики, образованные при эволюции первого поколения звёзд, должны иметь температуру приблизительно 3200 Кельвинов и представлять из себя очень тусклые объекты. Такие небесные тела рассматриваются в качестве одних из возможных компонентов скрытой массы Вселенной. А для остывания белого карлика до температуры в 5 Кельвинов может потребоваться примерно квадриллион лет. В теории, когда чёрные карлики почти полностью остывают, важную роль в их существовании начинает играть процесс аннигиляции тёмной материи. Данное явление пока что напрямую не наблюдалось во Вселенной. Однако предполагается, что в результате аннигиляции частицы тёмной материи могут создавать обычные фотоны и излучать свет, который можно заметить с помощью телескопа. Без учёта этого явления чёрные карлики должны становиться холодными и тусклыми до тех пор, пока их температура не сравняется хотя бы с фоновой температурой Вселенной. Однако благодаря энергии, которую они могут извлекать из аннигиляции тёмной материи, чёрные карлики теоретически могут дополнительно излучать энергию на протяжении долгого времени. Предполагается, что процесс аннигиляции тёмной материи в таких объектах может продолжаться до тех пор, пока галактическое гало остаётся целым, то есть в течение более чем септилиона лет. После чего аннигиляция тёмной материи постепенно прекращается, и только тогда чёрные карлики окончательно остывают. Вполне вероятно, что человек никогда не сможет обнаружить подобные объекты. Ведь основной период их существования приходится на следующие стадии жизни нашей Вселенной. В данный момент мы живём в эпоху звёзд, то есть в тот период, когда светила всё ещё активно рождаются. Эта эпоха закончится в тот момент, когда галактики полностью исчерпают весь запас межзвёздного газа. А затем закончат свой путь и маломассивные звёзды, вроде нашего Солнца. Затем наступит период длительного распада, в течение которого белые, коричневые и чёрные карлики станут основными объектами во Вселенной. А следующей станет эпоха чёрных дыр, в течение которой всё вещество во Вселенной превратится в море элементарных частиц. Оставшиеся чёрные карлики будут либо поглощены чёрными дырами, либо окончательно распадутся. Заключительной стадией жизни Вселенной должна стать эпоха вечной тьмы, в течение которой в космосе уже не останется каких-либо источников энергии, а общая температура Вселенной приблизится к абсолютному нулю. Пространство будет постепенно расширяться, и в свете редких вспышек последних чёрных дыр, примерно через один гугл лет, наш мир встретит свой мрачный конец. К тому времени всё то, чем когда-либо была человеческая цивилизация, превратится в пустое место. Однако если мы сможем хоть как-то повлиять на процесс эволюции Вселенной, вполне вероятно, что развитие её жизни будет совершенно другим. Ну а пока, смотря канал Космо, вы мотивируете нас обо всём этом рассказывать, а люди продолжают интересоваться перспективами на дальнейшее будущее. И это значит, что у человека даже через такое огромное количество времени всё же есть шанс оставить свой след в бесконечном пространстве Вселенной. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»